Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами ваши вопросы, мои ответы. Давно мы не разговаривали на разные темы, поэтому заваривайте чай, кофе и поехали. Сколько вам лет, если не секрет? Конечно, не секрет, я никогда не скрывала свой возраст. Сейчас мне 32 года, но через несколько месяцев исполнится 33. И вот что самое интересное, вспоминая себя в 23-летнем возрасте, я понимаю, что я где-то была такой глупенькой. Но, наверное, для этого возраста это как-то простительно, и мне с собой вот интереснее, мне с собой комфортнее именно сейчас, когда я нахожусь вот в таком возрасте, и, наверное, это нормально, когда с годами ты мудреешь, ты развиваешься, ты растешь. И когда мне было 23, мне казалось, что 33 — это глубокая старость, или, по крайней мере, ее начало. Оказывается, что совершенно наоборот. Распределение финансовой нагрузки в семье. Как у вас? Я как-то освещала эту тему, и сейчас ничего, собственно, не изменилось, потому что муж уволился с работы, но у него есть компания, которая занимается арендой помещения, это раз. А во-вторых, он также предоставляет менеджерские услуги, поэтому он приносит значительный доход в семью. И вот он, например, оплачивает все кредиты, какие-то счета мы, ну, не то чтобы делим пополам, раз он, раз я. Я оплачиваю школу, детский сад, я одеваю детей, все, что касается меня лично. Нет такого, что я купила продукты, говорю ему, отдай мне половину. Или когда мы едем отдыхать, мы можем взять из общего семейного бюджета или складываемся. Было так, что я платила, было так, что он платил. Поэтому нет каких-то, вы знаете, прям требований друг к другу, что каждый месяц ты должен приносить столько-то. Или я ему сейчас там что-то говорю. Да, многие спрашивают, нашел ли он работу. Я понимаю, что вам интересно, потому что время нелегкое. И это был осознанный шаг, к которому мы где-то там вдвоем готовились. И мы бы так не сделали, если бы не было каких-то планов. То есть муж советовался со мной, как поступить в этой ситуации. И мы приняли решение, что он уволится с основной работы, он не будет ездить в офис. Но мы занимаемся нашим небольшим делом. Это никак не связано с YouTube, это никак не связано конкретно со мной, с моей деятельностью здесь. И хорошо, что у нас есть двое, и мы можем подстраховать друг друга. И я не представляю себе вот такой ситуации, чтобы я ему сказала, нет, ты должен сидеть в офисе. Каждый человек должен реализовывать себя. И я понимаю, что ему было бы супер некомфортно с тем, что он не попробовал бы сделать то, о чем всегда мечтал. То, к чему он шел многие года. И когда вторая половинка тебя сильно ограничивает, то это суперсложно. И вот когда несколько лет тому назад встал вопрос, возвращаюсь ли я в офис на работу, или ищу там новую, или продолжаю снимать видео, и возможно что-то с этого получится, он дал мне шанс. Поэтому пусть он попробует, а как там он сложится, жизнь, конечно, покажет. Я держу за него кулачки, и я верю в то, что он знает, что он делает. И он считает лучше, чем я. Он лучше истратит, чем я, что что-то скрывать. Поэтому я где-то, знаете, полагаюсь на его интуицию, на его опыт в работе. Поэтому нет, на шею он сидеть не будет, и много вопросов. Оля, теперь ты обеспечиваешь мужа. Нет, не совсем так, но где-то там он может на меня рассчитывать. Также было очень много вопросов по поводу заработка на YouTube. Для меня это не тема табу. Я спокойно могу отвечать на какие-то вопросы. Ютуберы получают неплохую оплату за публикацию видео на платформе YouTube. Если когда-то YouTube закроют, я думаю, что будет какая-то другая социальная сеть. Ну и в любом случае я могу пойти на работу, даже там в Lidl, в Бедронку. В чем проблема? Такая же работа, которая приносит деньги. Поэтому я думаю, что у меня есть там две руки, две ноги, голова на плечах. Я не считаю себя супер глупой, поэтому я думаю, что в любом случае я найду себе применение по жизни. Что касается заработка на YouTube, тут многое зависит от того, где транслируются ваши видео, в какой стране. Если это Америка, то это одна оплата за каждую просмотренную рекламу. Если это страны СНГ, то это в разы меньше. Также имеет значение длительность просмотра каждого видео. И что-то еще. Ну частота публикации вот этих реклам, аудитория. Есть много составляющих. Конечно же количество просмотров. И наверное хороший такой заработок это, когда каждое видео имеет ну хотя бы 100 тысяч просмотров. Это будет такая хорошая зарплата менеджера среднего класса. Вот приблизительно так. Также был вопрос по поводу дома. Сколько стоил дом и ремонт? Когда три с половиной года тому назад мой муж говорил, что это супровыгодное предложение, что за 6 соток в этом районе, где мы живем, за дом, который где-то так 200 квадратных метров с гаражом, это супер цена. Я думала, что он рехнулся, что он сошел с ума, потому что для меня это космическая сумма. Я понимала, что это без ремонта, что это без мебели. И вообще как это можно осилить, имея уже один кредит. Мы взяли кредит на 25 лет на этот дом. И я также рассказывала о том, что мы сдаем один дом в аренду, и он оплачивает и себя, и этот дом. Поэтому как бы тут сложно рассуждать, да, там дорого-недорого. Дом без ремонта стоил около 200 тысяч евро. Для кого-то эта сумма может показаться просто вообще какой-то очень-очень большой, да. Но недвижимость в Польше действительно очень дорогая. И глядя на цены сейчас, я понимаю, что действительно это было правильное решение. Потому что сейчас они настолько выросли, что за такую цену можно даже не купить какую-то более-менее квартиру в хорошем районе. Конечно же, имеет значение, это дом-близнец или нет. У нас не близнец. Имеет значение район, метраж, материалы, из которых построен дом. Есть много каких-то, знаете, моментов, которые нужно учитывать. Мы не подводили каких-то итогов, вот знаете, до копейки. Но приблизительно за все, за мебель, за довольно неплохие материалы, которые были использованы. Это и плитка, и краска, сантехника. Также пол у нас, деревянная лестница. Такая, как мы хотели. Все очень скромно, но это послужит долгие годы. И в общей сложности мы заплатили где-то 350 тысяч евро. Но в рассрочку на долгие годы, потому что я себе не представляю, где взять такие деньги. Вот просто перейти, купить дом, отремонтировать и заехать. Это очень много. Особенно для молодой семьи. И Томак был в том случае прав, что и хороший дом, и хороший район, и вообще хороший был момент, чтобы приобрести. И сейчас, вот я смотрю на цены, даже у нас здесь рядом, они на одну треть выросли без ремонта. Вот именно поэтому я говорю, что Томак у нас лучший стратег, он лучше считает и лучше знает. Поэтому все, что касается каких-то инвестиций, каких-то финансовых вложений, каких-то новых начинаний, я полностью ему доверяю. И вот так и живем. По поводу корректности таких вопросов, прям личных, связанных с деньгами, для меня это абсолютно нормально, потому что есть много людей, которые прицениваются, которые присматриваются, которые планируют переехать. Сейчас крайне сложно получить кредит в Польше. И я прекрасно понимаю ваш интерес, поэтому у меня нет никакого негатива. И если сравнивать цены даже на квартиры, ближе к центру, ну там какой-то космос, я вам серьезно говорю. И эта квартира, да, это совершенно другой комфорт. И если я никогда не пылала желанием жить в частном доме, при том, что у родителей был частный дом, я никогда туда не переехала, живя в Украине, да, я все равно потом приезжала и останавливалась в своей квартире. Вот, и сейчас я понимаю, что дом это такой кайф, да, это больше работы, это дороже. Но если даже подумать о том, сколько стоит, например, съем квартиры, да, для всей семьи, то мы платим ровно столько же за кредит дома, за погашение кредита каждый месяц. По поводу частной школы тоже интересуетесь, сколько это стоит, не жалеем ли мы, довольны ли мы. В первую очередь многое зависит от учителей. Есть преподаватели, учителя от Бога, и им огромный поклон. Мне хотелось бы, чтобы учителя зарабатывали больше, чтобы каждый труд был оплачен по достоинству. И многие просто убегают с государственных каких-то, да, мест работы, я говорю о учителях, но в нашей окрестности не было достойной государственной школы. Есть ранкинг краковских школ в Краковской области, и мы посмотрели, все не очень хорошо, поэтому мы начали рассматривать вариант частной школы. Я поехала на день открытых дверей, я снимала влог в прошлом году, приблизительно год тому назад, можете посмотреть. Мне очень понравилось то, что я увидела. И когда мне озвучили цену, я так немножечко прибалдела, потому что у нас двое детей. Но потом, когда я все посчитала, когда я подумала, я поняла, что даже если я захочу сама водить ребенка в государственную школу, обеспечить ему все те же занятия и кружки, которые уже сразу в цене вот этой частной школы, это будет нереально. Плюс, учитывая время, которое я потрачу на то, чтобы доехать везде, да, отвезти ребенка на футбол, на английский, еще куда-то, заплачу за бензин, и это будет еще после школы, да, то есть ребенок будет полностью занят. Мы платим 500 долларов за одного ребенка в школе, и это уже сразу цена с питанием и с дополнительными занятиями. То есть одно дело школьная программа, где каждый день английский, каждый день математика, польский язык, но у них также физкультура, бассейн, танец, музыка, и каждый день у ребенка два кружка, которые он сам выбирает в зависимости от того, что ему интересно. То есть это может быть футбол, это может быть какой-то клуб, там, не знаю, связанный с рисованием, с лепкой, у них есть тогда учитель на определенное время, которое им помогает, есть и клуб огородника, у них есть и хоккей на траве, не знаю, как это правильно называется, есть и самокаты, и лего, и также очень многие классы, старшие классы оборудованы вот с практической точки зрения, то есть если это кабинет химии, то у них прям раковины такие, дети в халатах, в очках, там, все пробуют, это очень здорово, мне кажется, и когда ты так прикинешь, да, что если бы я хотела обеспечить ребенку, там, школу, завтрак, обед и полдник, входит еще и какой-то фрукт, у них прям культура еды фруктов и овощей, они приучают детей, они рассказывают, наверное, поэтому Игнат так сейчас вот много рассказывает о том, что насколько это полезно есть овощи, потому что в садике происходит то же самое с питанием, и также в эту цену входят книги, тетради, ручки и абсолютно все материалы, которые нужны для занятий, то есть это и цветная бумага, пластилин, все, что вы можете себе представить, у них есть, я не покупаю ничего, то есть я плачу 500 долларов и не бегаю за каждой тетрадкой, которая нужна, нам что-то нужно будет доплатить за английский, за английский не за занятия, а именно за книжку из Кембриджа, которая, а так, помимо этого, ничего. И опять же, девчонки, которые спрашивали у меня из больших городов, во сколько нам обходится частная школа, которая обходит в топ-10 лучших школ Кракова, я говорила, и они были удивлены, насколько это доступная цена. Мне кажется, что такая своеобразная инвестиция в образование, в хороший старт ребенка, это лучшее, что может сделать родитель, потому что сколько можно покупать себе там сумки, еще что-то. Если мне придется отказывать себе в чем-то ради школы, я обязательно это сделаю. Я сама где-то там уже потом настаивала на том, чтобы дети ходили в частную школу. Там супер и преподаватели, учителя, и Захаров, что самое главное, ходит туда с удовольствием. Ему очень интересно, и ребенок получается в полпятого свободен уже, он там побывал на всех своих дополнительных занятиях, за что мы платим отдельно. Кстати, на второго ребенка еще и скидка 600 злотых, и Игнат ходит сейчас на фортепиано. Он попросил записаться, я только за, поэтому за вот эти дополнительные уроки мы будем платить еще. То есть, если ребенок хочет ходить, например, на балет, на йогу, на индивидуальные уроки гитары или пения, за логопеда дополнительно платишь. Но мне кажется, что и так в таком пакете за 500 долларов это очень много. Я сейчас могла о чем-то забыть, но основную часть я все-таки озвучила. Есть еще очень много преимуществ, у них своя программа. Я также показывала вам, что первоклассники уже там в октябре, с начала года, они уже там делят, умножают. У них более интенсивная программа, и это не в напряг ребенку, при том, что он только присоединился к этой школе. Туда не так просто было записаться, я не знаю, как будет сейчас, потому что многие не хотят платить за частную школу, потому что могут в каждый момент перевести на онлайн-обучение. Но раньше там была прям такая конкуренция, 4 человека на одно место. И на несколько лет вперед уже запись. Вопрос на украинском, но я его переведу. Олечка, поделитесь, как найти себя. В первую очередь пробуйте разное, вот то, что вам интересно. И даже если у вас маленький ребенок, кстати, тоже многие писали, как найти время, как найти желание. Дело в том, что когда ты занимаешься любимым делом, ты всегда найдешь и время, и силы. И это тоже помогает как-то отвлечься, немножко развеяться. Я столкнулась с непониманием того, что мне доставляло огромную радость, что давало мне больше силы и больше желания так же домом заниматься. Я была более радостной, когда я была с детьми, потому что я чувствовала себя реализованной. Я чувствовала, что я нашла каких-то единомышленников, не каких-то о вас. Спасибо, что вы все это время со мной. И как-то вот старшее поколение как-то с глубоким непониманием относилось к тому, какой вид деятельности я выбрала для себя. Это было мое увлечение. Я снимала видео, и они не понимали, кому это надо, зачем я это делаю и вообще какой от этого толк. Я пришла на YouTube не ради заработка. Я снимала видео несколько лет абсолютно бесплатно. И первые года два, наверное, я даже не включала монетизацию на YouTube. Потом это были какие-то копейки, и я приблизительно выходила в ноль. Но главное, что муж меня в этом не ограничивал. Он сказал, что он не будет участвовать в съемке видео. И вот в этом всем процессе он не станет героем моего блога. Он периодически появляется, но как-то вот с годами он притерся и понял, что, во-первых, мне это в кайф. Я это до сих пор обожаю. Я с большой любовью снимаю каждое свое видео. И да, со временем это тоже переросло. Но не хочется говорить в работу, а в деятельность, которая также приносит доход. Поэтому сейчас вообще такой вопрос не стоит. И вот такая у меня история. Поэтому ищите то, что вам по душе. И кто знает, возможно, когда-то это выльется в нечто большее и вообще перерастет в вашу настоящую работу, которая будет давать вам доход. Доброе утро. Без чего вы не можете представить свое утро? Без Мики. Потому что всегда, когда я просыпаюсь, она обязательно приходит первой поприветствовать меня. Ну, под боком мужа, потом Мика. И также без кофе. Я обожаю аромат кофе. Я даже люблю кофе не столько из-за бодрости, а, наверное, вот эта вот вся церемония, да, кофепития утреннего. И вообще я люблю вкус кофе. Ну и да, немножко бодрит, поэтому дополнительный бонус. Мне от кофе неплохо. Вы счастливы? Очень такой обширный вопрос. Честно? Да. То есть есть к чему стремиться, но даже не просто в материальном плане, а хочется какой-то, знаете, стабильности, хочется лучшего будущего для моих детей. Но я понимаю, что я искренне благодарна за то, что у меня есть. То есть когда ты видишь какие-то эффекты всех своих стараний, какой-то такой небольшой результат, который постоянно можно наслаивать, улучшать, и нет такого, что, знаете, я не в том месте, что я не с тем человеком, что что-то в жизни, что мне хотелось бы кардинально поменять. И для меня счастье – это, наверное, в первую очередь гармония. Хотите ли сделать тату? Не было никогда таких мыслей и планов. На себе я татуировку не представляю. Кстати, на Томаке тоже нет ни одного тату. Но вот когда я смотрю на другие девчонок, например, на Вику из Германии, у нее есть несколько довольно крупных татуировок. И это как-то настолько... Ну вот ее не хочется спросить, а зачем ты набиваешь татуировки? А зачем так много? Вот некоторым людям это по-настоящему идет. Но мне кажется, что мне бы и не пошла татуировка. Поэтому если кому-то нравится, пусть себе делает. А я не знаю, может, когда-то соберусь сделать. Но пока что нет. Как изменилась жизнь семьи с появлением Мики? Это был такой большой, очень ответственный шаг. Очень сильно просили дети собаку. Особенно Игнат. Он прям несколько лет выпрашивал собаку. Но если вас просят дети, вы рассчитываете на то, что дети будут заниматься собакой. И тем более вы потом их заставляете заниматься собакой. Это не прокатит. Собака это полноценный член семьи. Это живое существо, за которое вы берете полную ответственность. И ребенок не будет лечить собаку. Особенно маленький ребенок. Ухаживать за ней. Детки также ходят в детский сад. Ты не выпустишь ребенка одного погулять с собакой. Если как бы жизненная ситуация этого не позволяет. Возможно, у кого-то большая территория. Но мы ни разу не пожалели о том, что мы взяли собаку. Особенно я. Это, ну не знаю, такая вот, знаете, любовь. Это такая привязанность. Она сейчас на самом деле лежит рядышком со мной. Это, ну вот не знаю, ни с чем не сравнится. У меня никогда не было домашнего питомца. Помимо рыбок в банке, наверное, это не считается. Я тоже очень-очень хотела аквариум. Ну как-то так, не знаю, в общем, давайте не будем об этом. Не срослось с рыбками. Вот. И у нас также дома здесь были рыбки. Но это не сравнится с собакой. Мы так много времени теперь проводим вместе. Потому что мы ходим на прогулки. Каждый день ты обязан выйти на прогулку с собакой. И сначала оказалось, что, господи, и так не хватает несколько часов в сутках. А потом ты понимаешь, что это и тебе во благо. Что ты дышишь свежим воздухом. Что ты двигаешься. И вообще, ну знаете, ты заходишь домой, и тебя встречает вот такое чудо. У него столько счастья, столько любви в глазах. Она абсолютно не вредная. Она очень спокойная. Нам очень повезло с Микусей. Я не представляю себе уже жизнь без нее. Вот правда. И мне кажется, что это тоже со стороны заметно. Что она очень гармонично вписалась в нашу семью. Что мы нашли друг друга. И мы даже с Томаком разговаривали, что если бы не Мика, да. Ну то есть не Акито-Ину. Это японская порода. То какую бы собаку мы взяли. Все равно вот приблизительно такого размера. Я вижу, что Томак там сначала притирался к ней. Но это большие изменения в жизни. Но сейчас я вижу, что он тоже ее любит там постоянно. И ходит с ней гулять. И чешет ее. И ухаживает за ней. И лечил ее, когда она отравилась. Она уже, кстати, поправилась. Все хорошо. Ничего серьезного. Но пока что я не заметила ни одного минуса появления собаки в доме. Да, это довольно крупное животное. Я вообще могу о Мике разговаривать бесконечно. И нужно понимать, что собаке также необходима довольно большая территория. Или будете тесниться в небольшой квартире. Поэтому, когда мы были в квартире, мы как-то не рассматривали вообще появление собаки в нашей жизни. А сейчас и территория позволяет, и то, где мы живем также. Поэтому, почему бы и нет. Мне кажется, что Мика была вот такой точкой над И в нашей семье. И мы думали о третьем ребенке, но морально были не готовы. Я также физически ощущала по себе, что это будет очень сильная нагрузка на мой организм. И, в общем, появление третьего ребенка, это было бы слишком лично для нас. Поэтому мы взяли Микусию. И теперь вот еще один ребенок в нашей семье. И я думаю, что все только выигрыши от того, что она у нас появилась. Были ли у вас комплексы по поводу внешности? Честно говоря, когда я была в подростковом, наверное, возрасте, то мне не нравилось там 1, 5, 10. Потом, когда я начала снимать видео, мне начали писать, что вот, ты низкая, вот там еще что-то. Тебе нужно подколоть губы, чтобы избавиться от асимметрии. Мне с этим совсем нормально жилось. И первое время я как-то реагировала на это. А потом подумала, ну что, хорошо, пишут мне такие комментарии. Я что, вырасту от них? Не знаю, там у меня ноги станут длиннее. Кстати, стилист как-то замеряла мои параметры, также длину ног, там, рук и все остальное. Для моей комплекции у меня нормальные пропорции. Ну, а если кого-то что-то не устраивает во мне, я не знаю, мне кажется, это проблема кого-то, а не меня. У меня есть очень красивые девушки, я способна оценить красоту, какие-то достоинства другого человека. Не только модельной внешности, мне кажется, что в каждом есть что-то особенное, все мы отличаемся, и это как раз прекрасно. У меня никогда тоже не было, вы знаете, желания что-то конкретно в себе поменять. Когда, например, тоже был вопрос о мамопластике, буду ли я ее делать? Нет, не буду. Несколько лет тому назад я была на консультациях, потому что после грудного вскармливания я столкнулась с тем, что ушел объем. И хотелось вернуть мой такой конкретный второй размер. И вы знаете, чем больше я узнавала о мамопластике, тем меньше мне хотелось, и тем больше я принимала свое тело. Потому что ничего прям критичного такого нет. Я могу надеть пушап, а если я раздеваюсь, то мне тоже как-то особо не стыдно. И если в моем случае сделать подтяжку у груди, то это не имеет какого-то смысла, потому что получится чуть ли не минус первый размер. Есть еще такой момент, я не хочу никого обидеть, но это чисто мои наблюдения. Я вижу, что где-то в комментариях проскальзывает такое мнение. Подумайте дважды. Если у вас приблизительно такое телосложение, как у меня, также невысокий рост, часто ставят слишком большие импланты, и потом как-то смотришься грубее, что ли, крупнее, чем есть на самом деле, именно из-за слишком большой груди. Когда ты от природы рождаешься с большой грудью, но с невысоким ростом, как-то, не знаю, это смотрится более гармонично, что ли. И даже если грудь сделана естественно, то все равно как-то это сильно меняет внешность. У каждого свое мнение на этот счет, но я для себя решила, что это не для меня. И, вы знаете, отлегло. Просто перестала вообще думать об этом. И самый-самый главный момент, с этого нужно было начать. Если у вас где-то в женском роду были случаи рака молочной железы, то красота это одно, но мне кажется, здоровье гораздо важнее. И большинство врачей, у которых я была на консультации, сказали, что лучше не трогайте. И я решила для себя, что я не буду делать такую операцию. Как достичь полного доверия к мужу? Мне кажется, что доверие это вообще один из главных элементов в любых отношениях. И невозможно вот постоянно кого-то проверять, постоянно искать какой-то подвох. Если вы изначально это ощущаете, то задумайтесь, а с тем ли вы человеком? И сначала я, конечно, немного ревновала, особенно когда муж ездил в какие-то длительные командировки. Но так как он не давал мне какого-то повода, то я отпустила этот момент. И я вот, наверное, никогда не могла бы быть человеком, которому я не доверяю. Есть ли у вас постоянные тревоги? Нет, постоянных тревог у меня нет, как панических атак каких-то. Я никогда с этим не сталкивалась. Я склонна к тому, чтобы переживать, например, за здоровье своих близких. Также жизнь складывается из хороших моментов, приятных и не очень. И, наверное, это тоже нормальная реакция, когда ты даешь своим эмоциям выйти наружу. То есть если мне хочется плакать, я поплачу, но довольно быстро собираю всю волю в кулак. И потом уже делаю что-то, чтобы их решить. Что для вас значит ухоженная девушка? Если говорить чисто о визуальных аспектах, то это чистота и опрятность. Купили уже Дайсон. О Дайсоне просто миллион вопросов. Тоже думаю, стоит, не стоит. Речь сейчас идет не о пылесосе, который я показывала, а о Афине. Там такой набор. Да, я его купила. И жду, когда он приедет ко мне из Америки. Там по цене получалось более выгодно. Не задевает ли вас, что за вами повторяют? Вы знаете, когда ты делаешь что-то классно и другие немножечко подражают, ну ничего страшного. Все мы друг друга как-то вдохновляем, мотивируем. И не я придумываю влоги, не я придумываю какие-то форматы видео. Мы тоже это где-то подсматриваем. Поэтому не вижу ничего криминального в этом, если это не калька один к одному. Вы знаете, польский в совершенстве, как быстро выучили? Я не знаю польский в совершенстве. Я довольно быстро его выучила, потому что я находилась среди поляков. У меня, в принципе, есть всего одна подруга из Украины. Мы с ней познакомились через YouTube. Это моя Настя. Мы до сих пор дружим. Пусть и не так часто сейчас встречаемся, потому что каждая занята своим делом. Но вот именно когда ты интегрируешься, когда ты находишься в той среде, которая не понимает другого языка, которой проще общаться на своем родном, то ты волей-неволей все равно выучишь. Мне кажется, что это такой дополнительный бонус, когда ты переезжаешь в другую страну. Ты можешь очень-очень быстро выучить другой язык. А по поводу того, насколько я знаю польский язык, я могу и правильно, грамотно составить какое-то официальное письмо. Я сама заполняю все свои какие-то там декларации, какие-то документы. Также я свободно общаюсь на польском языке, но нет предела совершенства. Мне кажется, что даже немногие поляки все правильно пишут, все правильно выговаривают и не делают никаких ошибок. Поэтому я считаю, что у меня хороший уровень польского языка, но не смею утверждать, что он прям идеален. Самое запоминающееся путешествие. Очень нам понравилось в прошлом году в Италии, и когда мы посчитали, сколько мы потратили в Хорватии в этом году, особенно во второй раз, ну, невыгодно было ехать в Хорватию, там очень красиво, для нас это такое особенное место на планете, с которым связано много семейных событий, каких-то происшествий. Но все-таки душа лежит к Италии, и мы, наверное, в следующем году, если все будет нормально, то, скорее всего, поедем в Италию. И также нам очень запомнилась наша поездка в Португалию два года тому назад, полтора года. Когда дети остались у моей мамы, это было впервые за много лет, и, в принципе, такая, знаете, Португалия очень необычная, очень контрастная, очень красочная, очень вкусная, какая-то она такая окрыляющая, свободная. Ну, наверное, это было связано с тем, что мы впервые отправились куда-то в путешествие только вдвоем. Нам это было необходимо, поэтому вот две таких поездки. А что касается пресс-туров, то, наверное, самый такой запоминающийся был год тому назад, когда мы ездили во Францию, когда у нас были такие необычные наряды, помните? Мы участвовали в съемках для Вивьен Сабо и Гламур. Это было суперкруто, это был незабываемый опыт, и в этом году, знаете, я приняла для себя решение не ездить в пресс-туру, но так и получилось, накаркала. Во сколько вы просыпаетесь и ложитесь спать? Просыпаюсь я по-старому, мой организм не может перестроиться. Раньше я всегда вставала без 10,7, и сейчас, получается, без 10,6 я схватываюсь и ложусь спать не позже, чем в 12 часов ночи, а стараюсь даже раньше, где-то в полдвенадцатого. Я прям страдаю, если нарушается мой график сна, если я ложусь поздно, то я потом целый день разбита, я не могу выспаться. Как относишься к уколам красоты? Нормально, ваше тело, ваше дело, что хотите, то и делайте. Я боюсь себе что-то прям кардинально менять, тем более, если это не на время, а какая-то долгосрочная перспектива, то есть что-то там накачать, что-то сделать, при том, что я обращаюсь к толковому косметологу, и она всегда меня отговаривает, Оля, не делай это, оно тебе не надо, там, это я никогда в жизни себе не сделаю, поэтому кто-то колет и окей, мне так не ходить, я как-то толерантна в этих вопросах. Ваша любимая румяна Мак Денти, я говорила. План подарков на Рождество, планов подарков у меня нет, я обычно спрашиваю, что хотели бы, Игнат только озвучил свои желания, он хочет очки для этих, для лыж, ну то есть солнечные очки, он собирается кататься на лыжах в этом году, и также он попросил еще одну часть для дороги, для игр Hot Wheels, мы сразу ему все не покупаем, а он собирает их, а дальше будут интересоваться, кому что надо, мне кажется, так удобнее всего, и даришь нужный подарок реально. Если бы про вашу жизнь была написана книга, вы бы прочитали конец? Почему? Да, нет, не прочитала бы, я никогда не хожу тоже к гадалкам, к тарологам, к астрологам, к каким-то людям, которые могут мне рассказать, что будет в будущем, не потому что мне неинтересно, а потому что я считаю, что все-таки я могу себя как-то мысленно, знаете, запрограммировать на будущее, если кто-то мне скажет, что все будет плохо, я буду жить и думать о том, что, блин, все плохо, все плохо, и как бы тогда это все будет ко мне прилипать, все плохое, чтобы был капец какой конец, а если мне скажут, что все будет хорошо, я могу слишком расслабиться и потом растерять все то, что у меня есть, Поэтому я все-таки, мне кажется, живу более-менее нормально, честно по отношению к другим, к себе. А что будет дальше? Как там сложится, так сложится. Бывают ли у вас дни, когда совсем ничего не хочется? Как справляетесь? Бывают дни, когда ничего не хочется, но у меня есть какие-то свои обязанности, у меня есть также обязательства, которые я должна выполнять. Поэтому хочешь не хочешь, а делаешь. Если это что-то, что не особенно важно, я могу это отпустить, немножко полениться, то я просто это не делаю, перекладываю на другой день, когда будет больше сил. Но если это прямо, знаете, что-то, что мне необходимо сделать, чтобы никого не подводить, или там, не знаю, какой-то контракт, я никогда не тяну до последнего, и поэтому просто поднимаю задницу и делаю, грубо говоря. Вот так неожиданно, во сколько приучили малышей к горшку. Но это тоже было в нашей жизни, мы тоже через это проходили. И как-то все прошло довольно гладко, потому что Захарчику было два года, родился Игнат. Спустя несколько месяцев он начал ходить в детский сад, то есть там два с копейками. Он увидел, что дети, которые уже в садике, это делают, и он тоже начал ходить на горшок. Ну и потом бегала за ним, постоянно садись, там музыкальный у нас был горшок, чего только не было, и постоянно сменная одежда с собой, но мы пережили это и выиграли эту битву. И с Игнатом произошло то же самое, ему было около двух лет, возможно, год и десять приблизительно. Он пошел в ясли, это были частные ясли, у нас очень сложно попасть в государственный такой садик для совсем маленьких детей. Он увидел, что остальные пользуются, тем более Захарка дома для него был примером, поэтому со вторым уже как-то все быстрее происходит, более оперативно. Как вы относитесь к гаджетам для детей? Наши дети это, к сожалению или к счастью, поколение интернета, и здесь, конечно, бессмысленно совсем отрезать все, что связано с этим, да, с технологическим прогрессом, поэтому всему свое время я как бы не приверженец того, чтобы включать планшет годовалому ребенку и разрешать ему сидеть, например, целый день, смотреть какие-то мультики. Что касается подрастающих деток, то мне кажется, что азы какой-то работы с компьютером, что-то включить, что-то найти, там, сделать какое-то занятие, это уже скорее необходимость, особенно в то время, в которое мы живем, потому что, видите, никто, наверное, не планировал, не думал, что детей посадят на домашнее онлайн-обучение. В моем детстве, например, вообще не было компьютеров, мой первый компьютер появился в 10-летнем возрасте, а сейчас он практически у каждого, и жизнь не будет прежней. Поверьте мне, что уже такого не будет, что дети там не будут пользоваться планшетами, не будут пользоваться компьютерами. Все мы уже в основном работаем через компьютер, да, как-то общаемся с друзьями, с родственниками, поэтому мы стараемся ограничивать время, которое ребенок проводит онлайн, и также сейчас есть масса способов контролировать то, что твой ребенок устанавливает, что он смотрит и чем интересуется. Особенно если это маленькие дети, то мне кажется, что это два таких главных момента, да, контроль и ограничение времени, чтобы он там просто не терялся, и чтобы ребенок не забывал о реальной жизни. Мы, например, как-то так сделали, этим занимается Томак опять же, то есть ребенок не может установить себе какую-то игру без согласия папы. Когда он пытается что-то установить, Томак получает оповещение на телефон, и он или соглашается, или наоборот. И то же самое касается оплаты во время игры, то есть спрашивают у Томака, можно оплатить что-то, Томак, нет. И также есть YouTube Kids, то есть платформа, которая предназначена только для детей, без всякого жесткоча видео и каких-то неприемлемых материалов для детей. Оля, что происходит в Польше? Почему у вас страйки, и почему женщины кричат «это война»? Женщины не намерены никого убивать, просто они таким образом показывают, что это битва, и они будут отстаивать свои права до конца. Что произошло? На протяжении 27 лет никто не трогал этот закон, а когда у нас начали потихоньку вводить какие-то карантинные меры, под шумок был принят закон о том, что женщина не может сделать аборт в том случае, когда заведомо якобы известно, что плод ребенок не выживет. Я стараюсь подбирать какие-то максимально правильные слова, дабы никого не обидеть, но у меня абсолютно нет какой-то цели, поэтому, пожалуйста, не воспринимайте мои слова как камень в чей-то огород. Например, известно, что ребенок смертельно болен, или он настолько недоразвит, что умрет во время родов или сразу после родов, и они хотят, точнее уже запретили аборты в таких случаях. И очень сложно, вы знаете, осуждать чей-то выбор. Если кто-то намерен сделать нечто такое, он все равно пойдет на этот шаг, легально или нет. И ты никогда не вправе судить кого-то за то, какой он выбор сделал. Если ты не оказывался в такой ситуации, то тем более ты никогда не поймешь, что вы от человека. Но ключевое слово в этом всем — это выбор. Какой-то дядька или дядьки, или группа людей сделали выбор за других людей, за женщин, и по сути это уже ограничение прав свободного человека. В моем понимании Польша всегда была такой свободной страной. Но сейчас даже я почувствовала себя некомфортно. И, конечно, ты не можешь лишать жизни другого человека. Но вы понимаете, что государство поставило свои рамки, но при этом не особо помогает особенным деткам. То есть это настолько мизерная помощь, что это не в счет. Также в стране нет сексуального образования. Очень мало говорится об антиконцепции. Поэтому, как бы, хорошо, аборты мы запретим в таких случаях, но никому не объясняем, как можно забеременеть. И потом мы еще не помогаем этим детям. То есть решайте свои проблемы сами. Поэтому вначале я сказала, что это довольно сложный вопрос. Видите, нет сексуального образования, нет социальной помощи, такой, как требуют особенные детки, и есть ограничения прав человека. И все равно, если кто-то решится сделать аборт, он поедет в соседнюю страну или сделает это в каком-то подвале при помощи непонятных таблеток, или сами будут делать все возможное, чтобы избавиться от этого ребенка. Или же ребенок таки выживет. Очень много есть ошибок среди врачей. Я это тоже прекрасно понимаю и выделились своими историями. Но также хотелось бы, чтобы было как можно меньше брошенных детей. И в этом случае очень сложно встать по какую-то сторону баррикад и однозначно ответить, что вот я за это и против этого. Поэтому я за выбор, за то, чтобы он был у каждого человека. Вот такие дела. Надеюсь, что вам было интересно. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Я постаралась быть с вами максимально искренней. И если вас что-то интересует, я всегда стараюсь как можно так более детально ответить на какие-то вопросы и поделиться с вами своим мнением или каким-то опытом. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.